Здравствуйте, уважаемые родители! Здравствуйте, ребята! Я воспитатель средней группы номер 5, школа номер 14-20, корпус 5, Рябикова Елена Сергеевна. Сегодня я предлагаю выполнить в подарок для своих близких или друзей аппликацию. Цветы. Цветы с необычным названием. Калы. Но прежде чем начать нам выполнять работу, я хочу вам немножко рассказать о этих цветах и показать их изображение. Они прекрасны, горделивы, в них столько нежной красоты. И так скромны, неприхотливы. Белые калы, чудесные цветы. Калы. Это растение представляет собой высокий куст со стройным стеблем и сердцевидными ярко-зелеными листьями. Высокие цветоносы на вершине переходят в трубчатое однолепестковое соцветие с початком в центре. Видите желтую серединку? Цветы очень нежные, изящные, красивые, создают декоративный эффект. Цветы бывают двух видов. Белые и цветные. Мы сегодня с вами будем делать белые калы. Цветок у калы белый, закрученный, похожий на кулечек с желтой серединкой. Длинная ножка и большие овальные листья. Для работы нам понадобится лист или картон для основы, три ватных диска, три ватных палочки, три трубочки, три зеленых прямоугольника, желтая гуашь, манка и клей. И ножницы. Начнем мы выполнять нашу работу с серединки початка. Для того, чтобы наша серединочка была больше похожа на настоящую, мы ее сначала, ватную вот эту часть, обмажем клеем, как следует. Промажем всю, вот так вот хорошо клеем. Промазали. Теперь берем манку и опускаем ее в манку. Всю вот эту ватную часть опускаем в манку. Лишнее стряхиваем. А теперь нам надо нашу серединку покрасить. Мы берем желтую краску. Если у вас жидкая краска гуашь, то можно вот так вот аккуратно опустить эту ватную часть в краску. Лишнюю немножечко так краску снять. А если у вас краска густая, то это лучше сделать кисточкой, прокрасить. И теперь мы покрасили и теперь положили, чтобы эта серединка наша у нас просохла. Я сделала заранее, чтобы нам выполнять работу, уже серединки заранее. Они у меня уже высохли. Вот у нас серединка початок была вот такая вот длинная. А нам надо ее немножечко укоротить. Для этого мы ее обрезаем. Вот так берем ножницы и лишнюю часть срезаем. Теперь мы берем наши стебелечки и вставляем нашу серединочку початок в стебелечек. Вот так. Вот у нас получилось. Один стебелечек с серединочкой. Второй стебелечек с серединочкой. Вот замечательно как. И вот третий стебелечек с серединочкой для трех цветочков. Теперь мы будем с вами делать наши цветы. Берем ватный диск. Когда мы рассматривали с вами цветы, мы говорили, что цветок калы похож на кулечек. Вот мы с вами возьмем клей. Немножечко вот так серединочку смажем клеем. И теперь сюда мы приложим нашу с вами серединочку початок со стебелечком. Вот так прижмем, чтобы серединочка приклеилась. А теперь будем наши стороны сворачивать в кулечек. Сначала вот так закладываем одну сторону. И хорошо ее вот так проглаживаем. А теперь вот здесь немножечко тоже клеем смазываем. И загибаем в другую сторону. Накладываем одну на другую. И тоже вот так вот примазываем. Прикладываем и примазываем хорошенько клеем. Вот у нас получился такой цветочек в кулечке. Можно побольше, если у вас отходит вот так сторона, то лучше ее вот так побольше смазать клеем. Вот у нас получился вот такой цветочек в виде бутончика еще не открытого. Вот один цветочек, пусть он подсохнет. Берем второй ватный диск. Если у вас, так же как и у меня, руки немножко пачкаются в клей, то можно взять влажную салфеточку и протереть руки. Также точно мы берем вторую, второй ватный диск. Серединочку точно так же промазываем клеем. Накладываем наш стебелек серединочкой и начинаем так же формировать наш с вами кулечек. Вот сюда к стебелечку прикладываем получше нашу сторону цветочка, лепесточка. Промазываем опять вот здесь вот клеем. Видите, немножечко вата пристает к клею, но ничего страшного. И опять вот так заворачиваем наш кулечек. Лучше, конечно, брать клей ПВА, но вот, к сожалению, у меня его нет. Вот, получился еще у нас один цветочек. Берем третий наш листочек, диск. Смазываем точно так же клеем. Вот я уберу лишнюю вату с клея, которая осталась на клее. И прикладываем. И точно так же формируем кулечек. Сначала закладываем вот так одну сторону. Вот так вот хорошо. Прижимаем. Опять вот здесь вот немножко смазываем клеем. И прикладываем вторую сторону нашего кулечка. Вот так. И тоже хорошо вот так прижимаем. Вот у нас с вами получилось здесь три цветочка. Вот они уже у нас подсохли. И теперь мы можем раскрыть с вами. Вот так немножечко отогнуть в стороны, чтобы лучше было видно серединочку нашего цветочка. Початочек. Вот так вот немножечко мы их вот так в стороны отводим. Эти краешки. И у второго цветочка также немножечко наши краешки. Мы немножечко вот так вот в сторону, чтобы лучше было видно наши цветочки. И здесь мы точно так же немножко в сторону отведем вот эти вот края нашего цветочка. Вот такие у нас получились три цветочка. Теперь мы начнем формировать нашу композицию. Можно наши цветочки расположить вот так вот ровненько на листе. А можно сделать немножечко вот так и наискос, наискосочек, на уголочек. Это уже вы посмотрите, как вы захотите выполнить свою работу. Итак, я вот буду выполнять вот так вот немножечко наискосок. Беру цветочек, смазываю вот здесь лист нашего цветочка клеем и стебелечек. И прикладываю его вот сюда на наш с вами фон нашего, основу нашей работы. Вот, вот один цветочек приклеила. Точно так же беру, приклеиваю второй цветочек, мажу его клеем и накладываю на лист основу. Вот, как замечательно приклеиваются. Вот так вот. Вот. И последний цветочек точно так же намазываю. Клеим и прикладываю на наш фон. Вот у меня получилось три вот таких цветочка. А теперь нам нужно вырезать листья. Для того, чтобы вырезать листья, мы сейчас с вами возьмем зеленые прямоугольники. Вот один зеленый прямоугольник. Для этого мы с вами сейчас сложим зеленый прямоугольник ровненько пополам. И хорошо прогладим серединку. Вот один прямоугольничек я сложила пополам. Теперь точно так же хорошо мы складываем ровно второй прямоугольник пополам. И третий. Середину хорошо проглаживаем. Берем прямоугольничек. Берем наш прямоугольничек за серединку. А будем резать вот эти вот стороны, которые расходятся две вместе, чтобы они были одинаковые. У нас из этого прямоугольничка получатся листочки. Вот я прикладываю почти к уголочку ножницы и начинаю вот так вот срезать. Вот у меня получился один листик. Я разворачиваю. Точно так же я начинаю вырезать второй листочек. Опять я прикладываю свои пальчики к серединочке. Крепко держу свой прямоугольничек и режу две стороны. Начинаю резать от линии сгиба. От уголка до серединки. От серединки опять к уголку. Вот у меня второй листочек получился. И точно так же я сейчас вырежу третий листочек. Опять я пальчики свои вот сюда прикладываю к серединке. Хорошо их прижимаю к серединку. Ножнички ставлю к уголочку. И начинаю резать до серединочки. И опять от серединочки к уголочку. Вот у меня получились вот такие цветы. Ой, извините, листочки. Теперь я намазываю листочек клеем и буду его приклеивать. Вот чтобы у меня получились объемные листики, как настоящие, я клеем намазывать буду только половиночку листика. Вот так вот аккуратно намазываю клеем половиночку листочка. И теперь вот так беру и прикладываю его вот сюда к своему цветочку. Ровненько-ровненько. Вот так. И вот так вот его приглаживаю. Вот у меня листочек получается, как настоящий. Теперь я беру второй листочек. И точно так же я его намазываю одну только половиночку клеем. И тоже вот так прикладываю вот сюда к цветочку. Половиночку только. Промазываю как следует. Вот так. И последний листочек. А вот последний листочек я возьму и проклею только серединку. Вот так вот серединку только намажу клеем у последнего листочка. И приложу его вот сюда, вот так, на стебелечке. Распустился один цветок. А вот и второй распустился. И третий распустился цветок. И улыбнулись мне и вам своей желтой серединкой. Вот у нас с вами получилась вот такая замечательная, красивая цветочная композиция. Я думаю, что она понравится вашим близким. И они будут рады такому подарку. На этом наше с вами занятие окончено. Всем спасибо. До свидания. До новых встреч.